Приветствую вас, уважаемые читатели и зрители интернет-ресурсов megaobzor.com Сегодня у нас еще одна новинка на рынке мобильных телефонов В этот раз не андроид-аппарат, а так называемый бабушка-фон Произведенный и спроектированный, точнее спроектированный в студии Артемия Лебедева Этот телефон компании Just5 Мы ранее уже сталкивались с продуктами данной компании То есть бабушка-фоны мы уже обозревали, включая и неоригинальные модели из Китая от ноу-нейм-производителей Поставляется телефон в серебристой упаковке Его стоимость на текущий момент стоит 2950 рублей В комплекте с телефоном есть вот такая непонятная резиновая игрушка Для чего она нужна, предположить сложно Но думаю, что вполне можно на нее положить телефон, чтобы он не лежал на столе Но действительно, возможно, это просто сувенир Посмотрим, что у нас идет в комплекте В комплекте у нас идет универсальный адаптер сетевой с USB разъемом Кабель USB, microUSB и наушники Данный телефон позиционируется для людей пожилого возраста И думаю, будет интересен тем, у кого есть проблемы со зрением Давайте посмотрим на сам телефон Итак, давайте теперь включим телефон и посмотрим, что у нас есть внутри Встречает у нас заставка с логотипом производителя В этом смайле, который размещен на наклейке «Защищающий экран» Предлагается вставить сим-карту Здесь только один слот для сим-карты Сим-карта, есть положительный момент, что она осталась все-таки стандартных размеров И Артем Лебетев, как сторонник айфонов, не стал уменьшать стандарт до microSIM Так, нас интересуют настройки, давайте посмотрим, что у нас есть в настройках Есть сообщение, то есть стандартная функция SMS-сообщения Есть функция звонка, есть контактная книга, есть простенький органайзер И настройки, посмотрим, что у нас есть в настройках Можно настроить телефон, установить время и дату, выбрать язык Выбрать график включения по расписанию, установить звук Здесь настраивается звук для будильника и входящих звонков Давайте посмотрим предустановленные звонки То есть, несмотря на то, что телефон все-таки позиционируется для пожилых людей Музыка здесь относительно установлена молодежная И выбор мелодии очень и очень скудный Всего... То есть нейтральных мелодий всего три И все остальное в такой псевдотанцевальном стиле На будильник также можно установить свои мелодии И вот основное, что бросается в глаза, это низкий уровень громкости у встроенного динамика То есть хотелось бы все-таки, чтобы подобные телефоны, которые предполагают не только развлечения То есть и как, например, но и как реальное устройство для людей, например, с ограниченным зрением или слухом То есть услышать такой телефон может быть проблемой Устанавливается громко Здесь у нас установлен максимальный громкость Можно редактировать вызовы То есть смотреть книжку Установить авиарежим Это как у старших собратьев на Google Android Для чего он нужен в таком телефоне Весьма весьма спорно И восстановить заводские настройки Так, и теперь давайте посмотрим приложение, которое у нас есть То есть можно запустить приложение через специальное меню Это будильник, калькулятор, календарь, радио FM и игра Just Trip Так, почему-то у нас её нет А, вот она игра F1 Race Игра... Игра а-ля... Dendy, то есть раньше такие вот на телефонах игры встречались Единственное применение цветного дисплея на данном телефоне Но за наличие для всё-таки Можно не ругать производителей Такие дисплеи, как я и говорил, больше не выпускаются И теперь по Разъёмам на корпусе Здесь у нас имеется разъём для наушников Он немножко утоплен Вставлять туда наушники, я думаю, будет не так удобно Но зато разъём, который будет использоваться наиболее часто Это разъём microUSB У нас идёт снаружи То есть при включении зарядника Может будет поцарапать область рядом с этим разъёмом То есть разъём неутопленный Здесь у нас установлен экран 1,77 дюймов К сожалению, и это констатирует и производитель Экран остался у нас цветным Производители в Китае сейчас закрыли производство По производству черно-белых TFT дисплеев И, к сожалению, печатают только цветные Здесь цветность дисплея используется только в одном приложении Это игры, я попозже её продемонстрирую Разрешение у экрана 1160 на 128 пикселей Плотность пикселей у нас 116 Установлен аккумулятор ёмкостью 1000 мАч Снимать с крышки не так легко Здесь у нас аккумулятор Под аккумулятором находится слот для карты Кнопка для блокировки экрана Ну, как и говорил ранее То есть производитель у нас отказался от Используемой кнопки SOS То есть это было одной из особенностей бабушка фонов И на ряде телефонов здесь То есть кнопки звёздочка и решётка Были изменены на изображение двух иконок человека То есть можно было ввести наиболее частые номера И одним кликом позвонить или отправить смс на несколько номеров Здесь этой функции, к сожалению, у нас не осталось Но появилось радио То есть для того, чтобы его активировать Мы нажимаем кнопку FM сбоку от корпуса Все кнопки повторяют в такие вот прямоугольные формы То есть здесь у нас кнопка громкости Она также прямоугольная почему-то Давайте попробуем настроить радио Продемонстрирую, как всё это делается Так, мы пишем ручной ввод То есть и вот сейчас мы настраиваем волну То есть если этот телефон вам достался как подарок Можно использовать как FM радио С длительным временем автономной работы Клавиатура имеет белую подсветку Здесь у каждой кнопки есть и русский, и английский То есть транслит Для того, чтобы включить фонарик Мы нажимаем кнопку с другой стороны корпуса То есть у нас вот такой вот небольшой фонарик Светит он относительно ярко Телефон очень хорошо ощущается в руке Но не хватает всё-таки тяжести 90 грамм, по мне, так немножко маловато для него То есть для таких больших форм Всё-таки вес у него очень-очень лёгкий Он не ощущается В целом же телефон получился интересным Но немножко странным является его позиционирование То есть хотя сам производитель технической характеристикой Указывает его как для пожилых людей Или как оригинальный подарок То есть именно для пожилых людей Дарить данный телефон будет большим вопросом То есть здесь пропали ряд функций Характерных для бабушкофонов И телефон немножко такой вот более всё-таки молодёжный Более подробно можно будет узнать про этот телефон в комментариях С удовольствием отвечу на ваши вопросы Подписывай наш канал Впереди ещё много интересного Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok